Привет всем, это Варлорд. Я уже рассказал вам про Гарри Поттера, про Нинтиага и сейчас дошла очередь и до Марвел супергероев. Сегодня я вам расскажу про эти изображения. В комментариях напишите сразу же после просмотра видео, какой набор хотите, чтобы я вам показал на канале и какой понравился больше всего. Ну и также лайком поддержите, 1000 лайков и новый ролик. Итак, первый набор это Веномазавр. Что это такое? 640 деталей, 80 долларов. Это реально большой набор по Человеку-пауку, где есть 4 фигурки Человек-паук, Свинопаук, я надеюсь я правильно сказал, Железный Паук и Вена. По фигуркам да круто, Свин-паук этот он вообще получился очень прикольным, интересным и я бы сказал Комиконовским. Железный Паук. У меня была прошлая версия и вот новая версия 2020 года мне кажется получилась ну поинтереснее. Как бы эти принты теперь смотрятся более логично. Они не расплывчатые, а более такие угловатые. Вездеход 4х4 с пушкой, похожие были в Биониклах раньше, между прочим. Ну и против них выступает Веномазавр. Это ну на самом-то деле довольно неплохой представитель мира динозавров, которого заразил соответственно симбиот. Кстати, вот этот динозавр встречался в комиксах, это был комикс Старик Логан. И он там выглядит ну совсем жутковато. Кстати, спасибо Руслану за помощь в поиске такой информации. Это редактор моей развивающейся уже немаленькой группы Marvel DC Самое Интересное. Там не Лего, там именно вселенные Marvel и DC собственно. Фильмы, комиксы и так далее. Так что все обязательно переходите, подписывайтесь. Там уже более 7 тысяч участников. Но я даже не хочу критиковать собственно. Это выглядит неплохо, сам Веномазавр очень даже неплохой. И здесь также показано, вы видите, что вылупляется из яйца что-то, связанное с симбиотом. И также весь скелет. Короче, неплохой комплект, честно говоря. Также можно увидеть, что внутрь этого Веномазавра можно положить соответственно скелета. Дальше, Мстители. Этот комплект я очень ждал. 60 евро. Виталии 223 штуки. И, ну, как бы получилось, как всегда. Ждешь что-то, а потом это оказывается Джуниорс 4+, со страшнующими постройками. Потому что для детей. Но в плане фигурок это самый лучший набор Джуниорсов существующих, я вам скажу. Потому что Капитан Марвел, Железный Человек, Тор, крутая фигурка Локи, между прочим, и Халк. Сейчас вы можете, например, посмотреть предыдущие версии Локи. Всего их было, как мы видим, 3, 12-го года, 17-го и 18-го. И, честно говоря, новая версия своим принтом спереди мне нравится больше, чем все остальные. В общем-то, здорово, что этого персонажа теперь можно получить. Жаль, что в таком неоднозначном комплекте. Ну, а по постройкам это для Капитана Марвел, у которой будет шлем съемный, либо же прическа. Вот этот для нее звездолет. Плюс это что-то типа Башни Мстителей. Ну, и для Локи тоже кое-какой транспорт. Внутри постройки небольшой командный центр, также тюремный отсек. Ну, и наверху место для, соответственно, посадки Железного Человека. Мне кажется, данный сет слегка вдохновлен первой частью Мстителей. Ну, и мне он понравился фигурками, в основном фигуркой Локи. А для детей это нормально. Жаль только, что вот я ждал какой-то более классный набор, посвященный такой тематике, как что-то связанное с Локи. Геликариер Марвел, 1244 детали и целых 120 евро. Ну, это, впрочем, солидно. Давайте разбираться. Это, сразу говорю, да, игровой комплект. Не ждите здесь какого-то супер Геликариера, как был эксклюзивный комплект. Ну, ладно, как игровой комплект я не могу назвать его плохим. Он неплохо проработан. Я понимаю, что с этим прикольно играть. Давайте мы начнем смотреть с фигурок. Модок встречался в 14-м году. У меня этой фигурки не было. Но, вроде как, это была лаборатория Халка, где был еще и Таскмастер. Также есть АИМ-агент, Ник Фьюри, Воитель. А Воителей было реально много. Вот пять штук, собственно. Один из них, правда, Железный Патриот, но, тем не менее. Из них, честно говоря, мне нравятся версии, скорее всего, 16-го года больше всего. Патриот тоже неплохой. Да и 18-го, ладно, тоже неплохая. Ну, а новая, за счет неоднозначного, все-таки шлема, получилась более спорной. Теперь у него такая же, соответственно, тема с маской, как у Железного Человека. Собственно, Железный Человек, Тор, Черная Вдова в костюме, который мне понравился больше, чем по ее сольнику. И также Капитан Марвел. А вот и версии Капитан Марвел, которых было три. Из них вот 16-го года у меня есть версия, 19-го года. Ну и 19-ая это с Комик-Кон, у меня ее в коллекции пока что нет. И она, кстати говоря, смотрится неплохо. Ну и версия 16-го года, мне в ней больше понравилась задумка с маской, поскольку вы можете изменить ее в любой момент на лицо, которое также идет в комплекте. Ну и вам не надо запариваться с тем, что у вас, блин, эта маска выглядит как полфигурки у новой версии 20-го года. А вот и Квинджет. Да, в 15-м году, конечно, ну невооруженным взглядом видно, что он в тысячу раз лучше детализирования и интереснее. Ну вот как бы, это как с Хогвартсом, знаете, коллекционный и игровой. И какой лучше, ну, для каждого свое, кто играет один, кто коллекционирует, конечно, друг. Что можно делать с Геликариером? Все винты вращаются, также есть шестиствольный шутер, еще ракета, которую теперь они уже во второй комплект, между прочим, впихнули. И также специальная тюрьма для Модока, которая занимает добрую треть всего Геликариера. В основном все фигурки будут крепиться наверху Геликариера, где есть турель. Также место для посадки небольшого, я так полагаю, Квинджета, где сейчас сидит Черная Вдова. Ну, я не знаю, особого, честно, желания покупать комплект у меня не появилось, вообще, я бы сказал. Но это уже шаг в светлое будущее, потому что если сравним это с прошлыми новинками, где были эти мехи, то да. Ну, конкретно Геликариер, это, если так можно сказать, ну, какой-то прогресс. Поддерживайте канал, подписывайтесь, всем удачи, всем пока.